Сахара не будет. Такой неутешительный прогноз сегодня озвучил директор департамента национальной палаты предпринимателей Атамикен Ербол Есинеев. Напомню, Казахстан обеспечивает себя сахаром лишь на 7 процентов, при этом ежегодное потребление составляет порядка 532 тысяч тонн. Сахара у нас не будет, я вам сразу говорю, потому что мы в этом году засеяли минимальный за всю историю независимости Казахстана объем сахарной свеклы, это всего 12 тысяч тонн. Если мы его даже при средней сахаристости 12 процентов и урожайности 35-40 тонн, то мы обеспечим себя на 5-6 процентов собственным производством. Вот эта информация для потребителей, то есть мы серьезно зависимы. Поэтому я понимаю, что я говорю все в будущем, но если сейчас эти меры не принять, то ситуация будет еще хуже. Между тем, продовольственный кризис, который наблюдается во всем мире, отразится и на Казахстане, отмечают эксперты. Они прогнозируют ощутимый рост цен на большую группу продовольственных товаров. Стоимость продуктов питания может врасти в полтора-два раза, заявляют эксперты. По их словам, производство сельскохозяйственной продукции ежегодно составляет лишь около 5 процентов КВП. А в 90-х годах этот показатель составлял примерно 34 процента. Проблема в том, что у нас все госпрограммы, все министерства принимают каждый свой кусочек, каждый и только свой участок. Поэтому видеть глобальную картину, как-то у правительства получается плохо, поэтому мы имеем проблемы с продовольствием и безопасностью. Много лет работаю с ФАУ в разных проектах, поэтому я хочу сказать, что продовольственная безопасность – это прежде всего обеспечение внутреннего рынка внутренним производством. Представитель Минторволи так с легкостью сказал, что вот у нас не было проблем с импортом сахара из России, поэтому, как говорится, мы об этом не думали. Вы подумайте, представьте, правительство не думает о том, как обеспечить продовольственную безопасность, потому что полагается на импорт из России. Хочу в очередной раз пнуть Евразийский экономический союз, который практически превратил в нас зависимость от России. То есть импорт из России от года рос в прошлом году только, при этом импорт продовольствия в Казахстане превысил 50%. Представьте. Поэтому получается, что сейчас в условиях санкций Россия закрывает экспорт, в том числе страны-партнеры по Евразийскому экономическому союзу, и тут наши чиновники спохватились. Ах, оказывается, Россия нас лишила санком.